В своей презентации я хотел бы немножко рассказать о процессах разработки, которые обычно используются автопроизводителями в достаточно сложных проектах, о процессах взаимодействия автопроизводителей с поставщиками в рамках этих процессов. На примере конкретного проекта немножко показать о трудностях, которые могут и реально возникают в таких проектах и к чему эти трудности могут привести. Потом немного остановиться на том, какова тенденция и в каком направлении движутся автопроизводители с точки зрения реорганизации своих инженерных процессов и о новых требованиях, которые в соответствии с этими процессами возникают к работе поставщиков и каким образом должен изменить свою деятельность. Ну, собственно, совместно с автопроизводителем, потому что от согласованности и их взаимодействия много чего зависит. И в конце, собственно, попытаться ответить на вопрос, а что же делать обычному поставщику? Я не знаю, насколько это интересно присутствующим. Есть ли здесь поставщики реальные, которые это? Или здесь, если это представители автопроизводителя, то, наверное, это тоже интересно, что, собственно, требовать от поставщика и как можно попытаться оптимизировать процессы. Не очень мне понятен состав аудитории, поэтому, если что, вопросами или там недовольным гулом вы можете меня там восстанавливать и пытаться это направить в нужном направлении. Значит, у меня есть определенный опыт работы в автомобильной промышленности, как со стороны, собственно, автопроизводителя. Я сотрудничал с несколькими автомобильными фирмами на достаточно заметных должностях. На Автовазе участвовал во внедрении процессов разработки и, соответственно, реализации их на новых проектах. На Ульяновском автомобильном заводе занимался внедрением систем управления жизненным циклом и реорганизацией работы научно-технического центра. Поработал с рядом поставщиков автокомпонентов с точки зрения инжиниринга. И, соответственно, есть возможность попытаться чуть-чуть этот опыт, об этом опыте рассказать. Значит, на этом слайде представлен процесс разработки S-LOT, который, собственно, взят из презентации фирмы Рено и показывает основные стадии этого процесса. Это AppStream, то есть это ранняя стадия проекта, на которой достаточно высококвалифицированная команда специалистов занимается концептированием нового продукта. Это процесс разработки, на котором включается основная масса поставщиков. Автопроизводитель к этому моменту формулирует требования к поставщикам, выбирает своих партнеров на проект. И здесь идет совместная работа поставщиков и автопроизводителя над продуктом. В фазе индустриализации после определенной точки автопроизводитель принимает решение, что может быть изготовлена оснастка, и после этого начинается физическая стадия конвергенции продукта. Можно очень большие презентации обсуждать и очень умными словами рассказывать о процессах конвергенции, о малых циклах, о больших циклах и так далее. Можно простыми словами рассказать, какова логика этого процесса. Просто определив вопросы, на которые должен ответить каждый из участков процесса, я приблизительно расчертил процесс вот такими пунктивными линиями и показал основные вопросы, на которые автопроизводитель должен ответить. Первый вопрос, на который он отвечает, какой должен быть автомобиль. И соответственно ответ на этот вопрос заканчивается на вехе CF, это называется concept freeze. И к этому моменту автопроизводитель знает, что он хочет сделать. После этого он выполняет работу, отвечает на вопрос, из каких систем и узлов должен состоять автомобиль, чтобы сделать такой автомобиль, как ему нужен. И соответственно здесь выполняется работа, которая в русском языке называется работа по проектированию или работа по каскадированию требований с уровня автомобиля на уровень систем и узлов. И к моменту, когда автопроизводитель понимает, какие системы и узлы ему нужны, он приступает к выбору поставщиков. В процессе ESLOP предполагается участие в основном системных поставщиков. Системные поставщики это такие поставщики, которые, поняв требования к системе, например, к сиденьям, к системе охлаждения, двигателя, к HVAC и так далее, они в состоянии понять, из каких деталей конкретно и с какими процессами можно сделать эти узлы и системы для того, чтобы получить систему, удовлетворяющую по своим требованиям автопроизводителя. Соответственно, к тому моменту, когда автопроизводитель с поставщиками заканчивает эту работу, возникает возможность разрешить изготовление оснастки. После этого начинается фаза физической конвергенции, которая начинается как раз в обратном порядке. То есть сначала проверяют как поставщики компонентов, так и сам автопроизводитель компоненты, из которых будет состоять будущий автомобиль. Потом собираются системы, проводится соответствующее стендовое испытание, если это возможно. И потом происходит последняя фаза физической конвергенции, собственно, проверки на автомобиле. Приемочные испытания в нашем понимании, там квалификационные испытания, ну и так далее, сертификация. Соответственно, если автопроизводитель оставляет какую-то систему за собой, и, соответственно, ну, например, кузов, как правило, автопроизводители делают самостоятельно, то там поставщики привлекаются уже на достаточно поздних стадиях, когда понятно, какую деталь надо сделать, и кто-то, допустим, эту деталь будет штамповать. Во всех остальных случаях, ну, то есть там уже конкретные требования должны быть выдвинуты к конкретным деталям. И, соответственно, работу по пониманию, из каких деталей должен состоять автомобиль, автопоставщик должен взять на себя. Так. Я тут с кнопками путаюсь пока. Значит, пример для конкретного проекта. Мы взяли систему впуска, и, соответственно, нам нужно новую систему впуска сделать для автомобиля. Автопроизводитель, проанализировав ситуацию, принял решение, что система впуска будет состоять из нескольких групп деталей. Часть деталей будет взята с предыдущих проектов, так называемый керри-овер. А часть деталей должна быть изготовлена, и эти детали новые. Ну, казалось бы, здесь достаточно простой процесс, потому что, ну, что такого? Вот взял, сделал шланг, сделал там резонатор, соединил, получил систему выпуска. Здесь, на самом деле, присутствует определенная опасность. Опасность заключается в том, что производитель неявно принимает решение о том, что вот эти детали, которые будут заимствованы, они удовлетворяют требованиям к системе и к автомобилю будущему, который он будет делать. Эта система достаточно сложная. Она должна удовлетворять, как требованием, с точки зрения, собственно, снабжения двигателя воздухом. И, соответственно, должна определенным сопротивлением обладать, не большим, чем нужно, иначе двигатель не будет соответствующую мощность свою реализовывать. Эта система должна по ее структуре и по наличию такого узла, как резонатор, она должна гасить шумы, и, соответственно, это какие-то определенные акустические требования. И система должна обладать прочностными характеристиками, потому что часть деталей находится на весу, они подвергаются вибрациям, и, соответственно, это должно быть тоже осуществлено. И, соответственно, на самом деле должна быть по-прежнему выполнена работа по формулированию требований к системе, пониманию, что эта система удовлетворяет автомобиль, а потом формулированию требований каждой из деталей, которые находятся в этой системе. И пониманием того, что вот эти детали, они, вообще говоря, удовлетворяют требованиям к системе, и каковы требования к конкретным этим деталям. Если эту работу не выполнить, то тогда возникают затруднения в формулировании требований к новым узлам, потому что не очень понятно. Система новая должна быть, требования к ней не вполне понятны. Какой должен быть автомобиль, вообще говоря, понятно, но это можно проверить только тогда, когда, ну, правильность проекта можно проверить только тогда, когда будет уже готовый автомобиль. Соответственно, что произошло? Вот такая табличка, вручную нарисованная. Были технические требования к системе, к шлангу с резонатором, то есть к компонентам системы, которые были высланы поставщику. И с помощью достаточно простого анализа эти требования были отсортированы по следующему принципу. Значит, вот здесь по горизонтали, фактически стадии проекта. Виртуальная стадия, которая может быть выполнена с помощью каткая, то есть это 3D разработка конструкторская, плюс расчеты, и как расчеты функциональные, то есть, например, на гидравлическое сопротивление или на шум, так и расчеты с точки зрения выполнения технологических требований, например, проливаемость, поскольку часть деталей изготовлена из полипропиленов. И стадия S-LOT, которая, собственно, реализуется в тот момент, когда уже сделана оснастка, затрачены основные средства на подготовку производства и проходит проверка уже на реальных образцах. и объекты, к которым относятся требования. По какому принципу каждое из требований относилось к тому или иному объекту? По-простому. То есть, если я могу это требование проверить на компоненте, и мне для проверки этого требования не требуется ничего другого, как только этот компонент, и создать для него определенные условия нагружения, продувки, нагрева и так далее, то это требование относится к компоненту. И оно может быть, соответственно, силами поставщика проверено. Если для того, чтобы проверить требования, необходимо собрать систему впуска, то это требование к системе впуска. Если для того, чтобы проверить требования, необходимо поставить эту систему на автомобиль, то это требование к автомобилю. И, соответственно, вот я здесь заполнил квадратики соответствующими циферками, процентами, какие требования к какой зоне относятся. И видно, что к той, к правильной зоне, которая должна быть проверена на виртуальной фазе и требования собственных компонентов, относится только примерно половина требований, которые в технических требованиях имеются. Примерно 20% требований относятся к системе впуска. Примерно 20% относятся к автомобилю. То есть их можно проверить, только собрав автомобиль в целом. И 6% требований непонятно к чему относятся, и они проверяются потребителям и выходят за фазу валидации. Если вот это все разложить на процесс, который мы с вами красивый, который там был, здесь вручную нарисован, поэтому не так красиво, но здесь основные стадии все-таки видны, я их попытался обозначить. Значит, вот эта стадия CF, о которой мы говорили, это стадия концепции. Это стадия по стандарту, который называется у автоваза система разработки. Это веха V3 или по процессу S-Lot-Renosh, это называется приконтракт. Это стадия, когда выдвигаются требования к компоненту и должны быть выбраны поставщики. А вот это вот проценты требований, которые относятся с соответствующими стадиями. То есть вот это относится к автомобилю, соответственно к фазе CF, это относится к системе, это какая-то промежуточная фаза между CF и приконтрактом. И эти относятся, собственно, донесены до компонента и, соответственно, там сформулированы. Похоже, знаете, вот сказка такая есть, этот Гензель, там их редхель, там их баба, какая-то ведьма, что ли, там потащила в лес, и этот Гензель, он разбрасывал хребные крошки по пути, и вот часть крошек потерялась, так вот примерно и здесь. То есть люди несли, 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 часть не донесли, но часть донесли. И поэтому получилось. Что получается с точки зрения валидации? С точки зрения валидации, как мы договаривались, у нас происходит обратный процесс. То есть мы сначала смотрим компонент и в состоянии проверить 53% требований, в том числе спроектировать компонент с точки зрения проливаемости и подготовиться, а возможно и запустить оснастку. То есть имеется в виду, оснастка спроектирована, и форма этого компонента такова, чтобы он хорошо отливался в пресс-форме. И, соответственно, это достаточно продвинутая разработка, которая соответствует конечным уже этапам разработки. После этого начинают проверяться требования с точки зрения системы и требования с точки зрения автомобиля на уже развитых, достаточно поздних стадиях проекта, когда, в принципе, мало что уже можно сделать. Вообще говоря, выясняется, что требования по шуму, требования по мощности не выполняются, и они взаимно противоречивые и несогласованные. То есть можно улучшить изменением конструкции, изменив оснастку, из которой эти детали изготовлены. Можно улучшить, например, пропускаемость этой системы с точки зрения снабжения воздухом двигателя и повышения мощности, тогда ухудшатся шумовые показатели. Можно улучшить шумовые показатели, потому что выяснилось, что, например, присутствует частотный диапазон 400 Гц, который в аналогичной системе на предыдущей машине отсутствовал, а размеры, которые компоновка предусмотрела для резонатора, они не предполагают гашения этого спектра частот. Тогда, соответственно, можно улучшить шумовые характеристики, за счет чего? Переизменив компоновку автомобиля на поздней стадии и перепроектировав соседние детали. И, в общем, здесь достаточно сложный выбор у ОМ, но, честно говоря, хорошего выхода здесь не очень есть. Поэтому первая трудность, о которой мы говорили и которую можно констатировать, это не совсем качественная разработка технических требований и не доведение процесса концептирования и проектирования до конца, и, соответственно, слабое понимание поставщиком вообще требований того, что к нему предъявляется и каким образом процесс будет валидирован. То есть, соответственно, это не только проблемы технического описания продукта, это еще проблемы управления проектом. Если посмотреть с точки зрения управления проектом, то здесь тоже можно такую же табличку примерно нарисовать и попытаться понять, какое количество процессов управления проектом были реализованы на поставщике, это легко. И, соответственно, скорее всего, это зеркало качества реализации процессов управления, которые на автопроизводителе имеются. Потому что если соответствующий зеркальный процесс на автопроизводителе есть, то поставщик будет вынужден эти процессы у себя реализовывать, и, соответственно, была бы оценка лучше. Ну, понятно, что это субъективная оценка. Ноль здесь, ну, в смысле, не учет того, что процесс существует, я ставил только тогда, когда реально не видел каких-либо документов, которые подтверждали бы, что этот процесс имеется. А если документы есть, но они плохого качества, то я считал, что этот процесс есть. Тем не менее, получается так, что в основном хорошо стоит с точки зрения начала проекта, то есть там в основном процесс есть, и совсем плохо обстоит дальше. Дело особенно с завершением проекта. То есть этих процессов практически никаких нет, кроме финансовых. Вот во всех остальных местах тоже финансовые вопросы, они каким-то образом решаются. Соответственно, эти процессы сюда входят в те, которые реализованы. Процессы управления качеством, управления рисками, управления сроками, управления ресурсами, они, как правило, не реализованы. Или реализованы плохо. Ну, это как раз обратный процесс тому, что рекомендуется с точки зрения управления проектами. То есть рекомендуется при управлении проектами и, соответственно, при реализации таких процессов в жизни сначала и в первую очередь заниматься процессами, которые управляют временем проекта. Потом заниматься качеством, и в последнюю очередь заниматься деньгами, потому что деньги, которые затрачены на проект, они напрямую зависят от времени и от качества. На самом деле пытаются решить вопросы, связанные с деньгами, как-то их решают, а потом в реальной жизни, вот в том, как мы с вами здесь сейчас посмотрели, получают, собственно, по морде. По морде получают во многом. То есть плохая реализация проекта приведет к тому, что продажи уменьшатся и не будет, соответственно, той маржи, на которую автопроизводитель рассчитывал. Это скажется еще и на его репутации. Плюс все равно он должен будет затратить деньги на то, чтобы изменить оснастку, которая уже спроектирована, а, возможно, сделана. И, соответственно, тут тоже будут затраты, которые не планировались. И вот плохое управление сроками и качеством, оно приводит к дополнительным затратам, которые вначале не учитывались. И это еще хуже, чем если их попытаться учесть вначале. Ну и последний, последний, собственно, критерий, по которому оценивался этот проект, это состояние системы управления жизненным циклом продукта на поставщике. И вот, собственно, результаты оценки, поскольку следов этой системы не обнаружено. Это один из моментов, который является очень важным с точки зрения коммуникации и понимания вообще совместного, что делает поставщик, что делает автопроизводитель. Если система управления жизненным циклом поставщика даже есть, но она не связана с системой управления жизненным циклом ОЭМа, то это плохая система. Но если этой системы нет, то это совсем плохо. Что собирается делать автопроизводитель? Значит, фирма Рено достаточно серьезно занимается своими процессами. Насколько я понял, они начали заниматься своими процессами серьезно в тот момент, когда они вступили в альянс с Ниссаном и поняли, что с точки зрения процессов, они, как выразился Милошевич, это был такой вице-президент на автовазе, который приехал с Рено, сидят по сравнению с Ниссаном на дереве. И их нужно с дерева слезть. Поэтому они у себя инициировали процесс создания продукта, который в Рено назывался эслот, который впоследствии был преобразован на автовазе в процесс, который описан в системе разработки продукта. И, соответственно, этот процесс, который на автовазе пронумерован порядком и вехами, V1, V2, V3, V4, V5, не знаю, насколько он сейчас там применим, он, соответственно, был реализован на Рено. Ниссан в этот момент, в начале 2000-х годов, он уже пошел дальше. И примерно там, где-то в 6-7 году, скорее всего, у них уже был процесс V3P, по крайней мере, в материалах конференций во внешних, которые тогда нами изучались, он уже присутствовал. И, соответственно, здесь показаны результаты сравнения процессов эслот и процессов V3P, который был проведен фирмой Рено. И Рено делает вывод, что процесс V3P значительно эффективнее. Он, вот если вспомнить классическое распределение средств в проекте, когда на ранних стадиях тратится мало, а чем дальше, тем больше, то процесс эслот, он ближе к этому находится. То есть здесь видно, что на цифровой фазе имеется заметный пик, который, скорее всего, вот этот вот пик на натурной фазе ослабил, но все равно вот этот пик является очень большим. Это проблемы, похожие на те проблемы, которые мы сейчас с вами обсуждали. То есть пришли компоненты, их начали испытывать, и они не соответствуют требованиям к автомобилю. И что с этим делать? Это обычно большие затраты. И вот они. Значит, процесс, который в V3P, он предполагает несколько большие затраты на ранних стадиях и заметно меньшие затраты на стадии, собственно, индустриализации. Поэтому, я так понимаю, на Рено принято решение переходить на этот процесс V3P, и, скорее всего, АвтоВАЗ вслед за Рено, осознанно или неосознанно по этому процессу пойдет. Или уже идет. Тут у меня понимания нет. Но это пока не так важно. Значит, чем отличается конкретно вот этот процесс, S-LOT, от процесса V3P? Он отличается наличием выраженной фазы проектирования, которая прям вынесена отдельно. И вот эта фаза, она предполагает заметные усилия на снятие тех проблем, о которых мы говорили. То есть ее наличие, этой фазы предполагает, что к моменту номинации поставщиков, которая по-прежнему у меня находится на границе между фазами проектирования и разработки, вот здесь фаза проектирования, она в AppStream включена, а здесь она даже вынесена за AppStream. Вот здесь вот такие проблемы должны отсутствовать. И здесь поставщик, если уж он занимается компонентом, то он получает требования к компоненту. А если поставщик занимается системой, то он получает требования к системе. И, соответственно, занимается этим. Каким образом Nissan это реализовывает, и каким образом это собирается реализовывать Renault? А очень просто. Вот здесь идеология этого процесса V3P. И здесь вот я показал, по моему пониманию, участки, на которых активно должен присутствовать поставщик. Обратите внимание, что вот эта стадия, вот эта стадия, это примерно стадия, до которой обычно начинается номинация поставщиков. Процесс V3P предполагает, что левее этой стадии часть поставщиков, очень маленькая, будет номинирована. В основном это поставщики первого лота. То есть длинноцикловые, прям сильно длинноцикловые изделия. Но наличие вот этих зон предполагает, что все поставщики на этой стадии за свой счет участвуют в конвергенции проекта. С рисками, что они не будут номинированы. И скорее всего это так, судя по той идеологии, которая есть. И это ожидания фирмы Nissan, это ожидания фирмы Renault, и скорее всего это явные или неявные ожидания автоваза от этого процесса. Соответственно поставщики, которые здесь включаются, не понимая того, что произошло здесь, они рискуют оказаться в той же самой ситуации, которую мы обсуждали перед этим. Они получают некоторые требования, которые не вполне идентифицированы. Они начинают по этому процессу идти. И в конце, когда затратили основные деньги, выясняют, что то изделие, которое они сделали, оно автопроизводителю не очень нужно. И даже может быть оно и будет какое-то время использоваться, но очень быстро ему найдут замену, потому что оно не удовлетворяет требованиям проекта и требованиям продаж. И соответственно это какое-то такое временное решение должно быть. Соответственно дальше более подробно. Эта презентация, она открыта, она собственно поставщикам рассылается, ее просто можно внимательно почитать и убедиться в том, что я здесь ничего там сам не придумал, здесь сам не написал. Это прям текст, который я так понимаю написан на Renault и с французского переведен на английский, на русский он не переведен, поэтому он так и поставщикам пересылается. Значит здесь вот есть зоны, которые предполагают активное участие поставщика. Если вы видите, здесь вот написано, что это циклы дизайн-ту-кост поставщика и соответственно и повышение надежности. И соответственно это предполагает массированное использование 3D CAD и расчетов на стадии до номинации. Второе это соответственно активное участие поставщика, активная реакция поставщика на принятые решения с точки зрения подготовки производства. То есть своими экспертами поставщик должен участвовать в процессах конвергенции, которые на стадии проектирования проводит ОМ. И соответственно это средства технологического анализа, о которых нам коллега перед этим докладывал. Это всяческие там проектирование сварок со всеми траекториями, возможностями доступа и так далее. Это всяческий анализ реализуемости на проливаемость, штампуемость и так далее. На следующей стадии опять предполагаются некоторые действия от поставщиков, которые предполагают активное использование поставщиков в виртуальных современных инструментов разработки, таких как 3D-системы моделирования, например, иных скотия, средства расчетов разнообразнейшие с точки зрения функциональности, средства расчетов, с точки зрения технологии. И процессы управления проектами, которые предполагают наличие у поставщика системы управления проектами, достаточно современной или отвечающей современным требованиям, и наличие системы управления жизненным циклом. Какие реально проблемы у типичного поставщика могут возникнуть? Я говорю о том, что очень маленькое количество поставщиков до территории России можно отнести к системным поставщикам, то есть к тем поставщикам, у которых есть развитый инжиниринг, который в состоянии не просто решать проблемы самого поставщика, а в состоянии включиться в процесс разработки изделия, в которое будет это изделие встроено. Соответственно, вот это бизнес-модель типичного поставщика, который на территории Российской Федерации присутствует, на примере одного из поставщиков, который у меня был под рукой. А это бизнес-модель известного системного поставщика из четырех букв, который дислоцируется по всему миру. Значит, чем отличаются? Ключевые партнеры нашего поставщика – это, как правило, поставщики сырья. Ключевые ресурсы и ключевые процессы – это заводишка какой-то и, соответственно, технологические процессы производства. Предполагаемые ценности, которые он поставляет – это конкретные узлы для какого-то конкретного автомобиля. И, соответственно, на что он ориентирован? На конкретного автопроизводителя, и больше того, не просто на автопроизводителя, а на конкретную модель автомобиля. Если модель автомобиля будет снята с производства, то эти изделия будут нужны только на рынке, как запчасти. И соответственно на рынок, на развалах можно изделия этого поставщика купить, и соответственно это заметная часть его прибыли. Какова бизнес-модель вот этого поставщика? Ключевые партнеры у него это мировые компетенты с точки зрения как вендоров, то есть разработки программного обеспечения, так и вообще компетенты в каких-то отраслях знаний. Это система производства, развитая система производства, и это развитая система разработки. То есть имеется в виду, у него собственный научно-технический центр есть. Соответственно, как один из ключевых процессов, у него имеется процесс инжиниринга. То есть это процесс, на котором фирма стоит, и который она активным образом инвестирует. Если говорить о Боши, то это порядка 5 миллиардов евро в год. И, соответственно, понятно, с чем мы имеем дело. И, соответственно, процессы, естественно, производства, которые до современного уровня, которые очень гибко и перестраиваемые. Что предлагает этот поставщик? Наряду с продуктами он предлагает процессы разработки. И он в состоянии вместе с ОМ, с самых ранних стадий проектирования автомобиля, включится в разработку. И, соответственно, какие у него ключевые потребители? Да все ОМы, мировые. Ну, я вот про это уже не говорю. То есть, скорее всего, и это тоже есть. И вот просто люди отсюда будут бежать и вот эти вот изделия покупать сами. Поэтому это еще дополнительный источник дохода. Что делать? Ну, то есть, понятно, что такой инжиниринг, как на Боши, ни один из наших поставщиков, даже самый могучий, реализовать не сможет. Ну, потому что это надо иметь большое количество проектов, даже в очень узкой отрасли. И надо, чтобы этот инжиниринг имел большую практику. То есть, чтобы он не останавливался и чтобы люди в реальных проектах получали реальный опыт. Ну, соответственно, небольшая мысль, да, что можно было бы сделать. Я не говорю, что это единственный возможный вариант. Есть еще второй тип поставщиков. Это поставщики инженерных услуг, у которых ключевые партнеры это мировые компетентные. То есть, например, Siemens и так далее, это вендоры программного обеспечения, это различные специализирующиеся, может быть, и даже узкоспециализирующиеся на различных вопросах лидеры мировые. У него ключевой ресурс это, собственно, собственный НТЦ, больше у него ничего нет, у него системы производства нет. Ключевые процессы, которые он выполняет, это процессы инжиниринга. Соответственно, он предлагает инжиниринг, как свою продукцию. И, соответственно, ключевые заказчики у него, ну, по крайней мере, вот у этой фирмы, это все ведущие производители, автопроизводители России и некоторые автопроизводители мировые. Например, там отделение Мерседеса, Даймлера, которое там находится в различных странах. Соответственно, ну, такое ощущение, что напрашивается, да, чтобы вот так вот сделать, чтобы в бизнес-модели каждого из вот этих вот разновидностей предприятий, в месте, которое называется ключевые партнеры, да, друг друга указать и организовать связи между поставщиком компонентов и поставщиком инженерных услуг. И тогда получится очень конкурентоспособный альянс, потому что вот эти люди, они имеют большой опыт не только в той области, в которой вот этот поставщик имеется, а в достаточно большой области. И здесь возможны конверсии из этих областей и использование соответствующих знаний. Кроме того, здесь огромный опыт в разработке новых методик, в том числе авторских, которые приводят к возможности разработки достаточно сильных продуктов. Ну, собственно, выводы очевидные, да, то есть имеется в виду, что автопроизводители уже сейчас имеют большие требования к поставщикам с точки зрения применения современных инструментов, а внедрение новых процессов разработки приводит к ужесточению этих требований. И, соответственно, возможно, организация того союза, то есть того сложения бизнес-моделей, о которых я говорил. Таким образом, поставщик автокомпонентов сможет сосредоточиться на конкурентоспособном производстве и на управлении качеством производства. И, соответственно, использовать для того, чтобы новые компоненты ставить себе на производство, поставщика инженерных услуг. Ну, я думаю, что презентации, наверное, будут доступны всем, да, вот эти вот. Да, я сейчас... Хорошо, хорошо. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, давайте, мучайте. Да, 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 все, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, какое место в ключевом процессе должен занимать интегратор, чтобы стать глобальным партнером Renault-Nissan, например. Я объясню, почему. Потому что там просто какие-то железки делать, технологию для них и все остальное. Это задача максимум для российского и, может быть, даже локального интегратора. Есть ряд технологий, где даже у таких больших компаний, как Daimler, один, например, интегратор, который во всем мире закрывает эту задачу. Вот возможно ли нам как-то встроиться в эту систему, по вашей оценке? Ничего невозможного нет. Я думаю, надо анализировать ситуацию, понимать требования. Куда ввести представителей фирмы, фирмы Daimler, на какую фирму? И где представители какой фирмы должны быть для того, чтобы отбивать нападки тех, кто будет анализировать? Ну, то есть задача пройти аудит фирмы. Надо взять, соответственно, перечень требований, посмотреть, к чему должна соответствовать фирма, которая будет интегратором и включиться в этот процесс, мне кажется. Вот смотрите, теперь какой у меня еще вопрос уже уточняющий. Например, мы используем новый материал. Ну вот были там в презентациях примеры, что мы используем больше клей или еще что-то, ну там в зависимости от того, какая цель у автопроизводителя. Мы используем, например, новый материал с покрытием кремния, ну для того, чтобы там оптимизировать процесс варки. И это существенным образом влияет на себестоимость продукта, потому что можно, например, использовать там сварку лазером без присадочной проволоки. Ну не надо кремнию вносить шов, как бы он есть на поверхности этого листа алюминиевого. Мы можем там, ну, оценочно в три раза производительность сварочного процесса поднять. Ну, пускай даже более дорогой материал, ну пускай. Но мы используем там более производительный процесс, и у нас там сжимается себестоимость бодишопа. То есть, ну вот, мы быстрее производим там кузов Мерседеса алюминиевого. И у меня какой вопрос. Как взаимодействует интегратор, производитель материала и сам автопроизводитель вот этой трехсторонней цепочки, как они на этапе проектирования оценивают эту себестоимость? Потому что чем раньше они поймут, что эта себестоимость, например, они вписываются в нее или не вписываются в заданную с этим материалом, и с этой технологией. И вот они все трое должны договориться. Вот есть ли такие там примеры, как это на этапе еще проектирования автомобиля происходит? Да, у меня полная ясность присутствует в этом вопросе, что российские автопроизводители этой ерундой не занимаются. То есть имеется в виду, вся оценка стоимости, она заключается только в оценке БОМа. Я не про российские производители, я вообще про... Да, то есть имеется в виду нормальный производитель, он должен... Да, Эмлер, он должен на этапе концепции, на этапе концепции, он должен все затраты по проекту предусмотреть, включая затраты на производство. Как этот процесс происходит? Он инвестирует в НИОКР? Нет, сначала... Первое. Давайте так, давайте разделим конкретный проект и НИОКР. НИОКР это отдельная тема, которая... Налоги НИОКР я сейчас имею в виду. Это неважно, какой НИОКР, он, как правило, если это НИОКР, тем более фундаментальный, который готовит требования к основному процессу, он вынесен за рамки обычных проектов. Там отдельная система, которая имеет критерия завершения НИОКР на стадии, когда имеются все данные для того, чтобы этот НИОКР использовать на всех стадиях процесса разработки. А на стадии концепции он должен сделать конвергенцию по всем процессам, то есть по стоимости продукта, по продажам планируемым, по марже, которая будет получаться от этих продаж, по затратам на подготовку производства, по затратам на хранение и все остальное. И там в качестве экономии будет внесено то, что меньше накладные расходы, наверное, или как-то на вот этот самый бодишоп. То есть, соответственно, эти затраты будут меньше, можно будет производить больше этих тушек. И, соответственно, если это приведет к тому, что ему не надо будет строить какой-то новый цех, а не просто к тому, что цех будет не использоваться и все, то тогда эти затраты у него возникнут. То есть это даже у больших автопроизводителей это может просто тупо в вопрос имеющихся мощностей упереться. Вот есть мощности, дополнительно можно нагрузить, и меня бодишоп в этом смысле не сильно волнует. Тогда это, скорее всего, вряд ли внедрится. А если я говорю, что внедрением этого процесса мне можно будет исключить строительство нового цеха, и это вот такая экономия, то, соответственно, наверное, я этим буду заниматься. Но это всегда на стадии концепции. Предполагается, как я… А какой период от стадии концепции до стадии продукта? Ну вот там, ну так, на вскидку. Ну годы, понятно. Ну сколько лет там? Самолет, сколько лет? Ну, давайте так. Тременем. Давайте так. Вот этот процесс В3П, который этот, это от стадии В3, то есть преконтракт, до стадии С-Лота, это порядка 40 месяцев. 40 месяцев. А между В2 и В3 еще должно пройти, получается, там… Там в чем? Там в неделю? Да, у нас там… Вот этот вот этап. Давайте посмотрим. Игорь Костокович, на ВАЗе уже изменилась система, уже ВВВ2 работает. Класс! Да. Ну, имеется в виду, что… Как это? Внедрек. Только теперь еще людей спросить, да, что они делают. Мы работаем, еще не вернем, но уже работаем. Да, да, да. Перед, вперед, вперед. Ну, сколько вот? 36 недель, да? Это сколько? 36 недель, 40 месяцев. Ну, 40 месяцев, ну, понятно. 4-5 лет как бы, 4-5 лет. То есть, если мы себе ставим цель, там, войти вот на вот эту стадию, там, как интегратор, нам надо понимать, что будет востребовано через 5 лет, приходить… А вы смотрите, дело в том, что есть вот здесь вот, есть такая матрица, в квадрат, условно говоря. То есть, это стратегия автопроизводителя на ближайшие 10 лет. Ну, у Мерседеса она, там, на 50 лет, по-моему, да. Ну, там, все равно, уверенно, уверенно, можно, там, на ближайшие, там, 5-8 лет, да, смотреть. 5-8 лет, да? Да. И, соответственно, просто надо выйти на людей, которые занимаются планированием продукта. Ну, понятно, понятно. А это уже не способная модель вообще в России такой достичь? Имеется в виду, прямо вот, что по оценку, вот здесь вот, производимые… Да, да. Я таких технологов у вас не видел. Уже нет. Технологи говорят, не чертежи нужны, понимаете, а чертежи, вот по этому проценту, вообще говоря, вот здесь. Нет, вопрос-то еще в том, что нужно огромное капиталовложение на него, вот этого процесса… Не-не-не, ну, Олег, допустим, мы найдем… Да, не-не-не-не-не-не-не-не. Я же, то есть, 5000, с какими-то результатами, с какими-то… У него уже исходные данные, у него, во-первых, исходные данные для концепции у него уже есть. Ну, автопроизводителя есть, да? Ну, надо, чтобы автопроизводитель за свой процесс идет. Он будет зависоваться этим процессом. У него процесс, собственно, заключается в том, что он инвестиции смотрит, да, и смотрит стоимость бома. Стоимость бома будет отрицательная. я просто сниму вот это сниму с производства и на этом же на это же сварочном цехе буду делать новое да в две смены у меня сейчас сразу там три смены не заняты ну как правило мне кажется европейские компании так не делают по моим ощущениям они смело идут на то чтобы сокращать обочие места там уменьшать площади делать лофты для там людей разных как бы в центре берлина но они не любят там в самом цехе новый этот стоит ну скорее всего и тем более там это дорого наверно ну дорого там да и оптимизировать просто вот по моему ощущению да есть такие компании там из 30-50 человек которые занимают там у уникальные ниши как у поставщики какого-то решения и они в принципе их достаточно хорошо живут они там ну все правильно они всем поставляют в мире там то есть но без проблем как бы то есть там и ниссану и корейцам там ну всем как бы то есть и но как вот они определяют этот момент это понятно что выстроено там многолетними отношениями с самим автопроизводителем там и так далее и причем они не являются даже интеграторами второго уровня они там ну фолькшлагену они там запросто сами попадают health инжиниринг health инжиниринг health инжиниринг поставляет для этих подушки подушки безопасности резко подушек безопасности из этого из материала я забыл как материал называется сейчас но это тканный какой-то материал как бы вот просто раскрой как бы из улона они там процесс этот отладили ну фактически да фактически да ну есть точно если ну может быть они штутгать и живут из если уж коснулись подушек ну из моего опыта я честно говоря откровение что вы назвали эту компанию который может поставлять быть поставщиком второго третьего уровня для поставщика глобального систем безопасности только решение для раскроя только не саму подушку ну тогда хорошо тогда я отмотал назад потому что то что я видел никто на сторону такого рода не изделие и стремятся и технологии держать у себя да ну получается даже не оборудование получается покупать способ оборудован них свое они покупают обновление вот это сергей скотович даже раньше вот до стадии upstream то о чем сейчас коллега сказал занимаются направлении но наверно красиво это не относится сейчас к сожалению но потому что мы теперь просто используем то что наработано в мире у нас роль производителя остается хорошо я потом не для микрофона вам расскажу я бы хоть я бы хотел немножко добавить я представляю компанию управление малом механизации достаточно небольшая компания которая является поставщиком тир-1 вот эти все как говорится изложения они достаточно ясны и понятны мне просто хотелось бы для понимания привести пример на сегодняшний момент номинация нашей компании прошла достаточно известному проекту льжио вот и прошла в декабре месяца должна уже быть наступить стадия тга то есть это уже готовые то есть потребитель уже готов подписать с нами контракт на изготовление оснастки цена оснастки уже согласовано понимаем да то есть что это значит вот и сейчас нам говорят что на 21 неделе происходит изменение продукта когда из четырех деталей появляется шесть деталей абсолютно непохожих на те на которые прошла номинация не перенося сроки с опа по-моему 48 или 46 неделя вот это реалии сегодняшнего российского бизнеса который ведет рено в россии совершенно верно да совершенно верно я думаю я думаю что кто кто здесь как бы связан с рено на следующий момент меня в этом плане поддержит поэтому вот отвечая на вопрос который сейчас задали я просто как представитель одной из компаний мы можем конечно это поспорить но вижу именно в том чтобы нам сейчас приходится использовать услуги интеграторов не для того чтобы внимать в недоять современные технологии лазерные сварки резки там какие-то супер современные клевые решения нет рено от нас этого не хочет возможно даймлер volkswagen они будут более ну что ли открыты как это сейчас принято говорить